Пушкинский музей В начале ночи на первом курсе, когда на музее читали это, мы ходили смотреть сюда антики, а потом было потрясение, когда была первая выставка Пикассо. Публика вся волновалась там, откроют, не откроют, потому что показывают все иногда для отдельных лиц. Вышел Эренбург и сказал, друзья, мы ждали этой выставки много-много лет, давайте подождем еще 10 минут. Ну и потом я увидел эту выставку и совершенно для меня переменилось все. И второе, как бы связанное с этим домом, были декабрьские вечера и Фросс ставил бурю Шекспира. Это тоже было для меня совершенно потрясением. Это спектакль, музыка Персела и это живопись. В пантеоне голландских мастеров 17 века есть совершенно замечательный художник, которому почему-то на роду оказалось написано быть в постоянном сравнении и далеко не в его пользу с загадочным и великим дельфским сфинксом. Именно так во второй половине 19 века стали называть основателя дельфской школы живописи Яна Вермеры. И именно тогда его практически вторично открыли, только теперь уже для всего мира. А вот художник, о котором у нас сегодня пойдет речь, был и соплеменником, и современником Вермера. Но при этом ни при жизни, ни после кончины никому в голову не приходило бы назвать его великим или уж тем более загадочным. Он был очень скромным человеком, и кисть его была непритязательна и скромна. И интересовали его такие тихие радости семейного очага, семейной жизни, добродетелей, маленького голландского человека. Но именно ему досталась честь возвести буквально храм во славу того, что мы сегодня называем исключительно голландской сущностью дома. А кладку этого дома он выписывал с таким необычайным тщанием, наверное, не менее тщательно, чем Илья Ефимович Репин, лица членов Государственного Совета на своем знаменитом полотне. Впоследствии именно этого художника назовут певцом бюргерского быта. Имя его Питер Хендрикс де Хох. Круг тем де Хоха крайне узок, но стоит лишь зацепиться глазом за эти маленькие красочные осколочки быта 17 века, и ты пропал. Ты уже попал в пространство неспешного повествования скрупулезного рассказчика де Хоха. Ты уже погружаешься в атмосферу какой-то невесомой, исключительно его, де Хоховской тишины. И именно к этой такой ненатужной умиротворенности и тянет, вероятно, в стены пушкинской сокровищницы виртуоза жанровых ролей, режиссера, преподавателя в ГИКа, профессора Российской академии театрального искусства, народного артиста Альберта Леонидовича Филозова. Голландские живописцы, именно они первыми как бы с головой укунулись в этот тихий семейный быт, где важно все, не только человек, но даже порой важнее предметы утвари, которые его окружают. Это дочищенное, до блеска кухонное утвари, или плитки на полу, только как будто вылизанные языком. Даже непонятно, как в этой чистоте, в этой абсолютной стерильности существует живой человек. Это не только желание выглядеть не хуже других, а это определенные бюргерские добродетели, основанные на кальвинистской жесткой протестантской морали. Это собственное достоинство, скромность и неприхотливость в быту, и в делах абсолютное благородство и бескорыстие. И я думаю, что Питер Духов отвечал всем этим моральным требованиям. Он был действительно таков. Хороший муж, хороший отец своим детям, замечательный, верный, добрый слуга своему хозяину. И он воспевал подобные вещи, воспевал, если так, как это не парадоксально может звучит, поэзию бюргерского быта. Именно укромный талант Питера Дехоха оказался в состоянии поднять бытовую обыденность до уровня поэтической метафоры. И человеку уже 21 века в Дехоховске бесконфликтные интерьеры и дворики так и тянет втянуться, остановиться, минут этак на пару-тройку, слегка царапнуть взглядом по неявным деталям этих пространств, куда еле просачивается дневной свет, где ясно горит огонь в очаге, царят приятный уют и легкая тайна, и все. Отныне ты будешь уходить и вновь к ним возвращаться. Всем хорошо известны знаковые отличия Голландии 17 века. Мильницы, плотины, каналы, беленые холсты, дельфские изразцы, творения художников, тюльпаны. Но мало кто знает, что до уровня символа в Голландии 17 века оказались подняты голландские служанки. И практически все заморские гости, которые имели счастье или, наоборот, несчастье, с ними столкнуться, оставляли человечеству свои воспоминания в путевых заметках. И порой они бывали весьма курьезными. Так однажды, рассказывает вполне важный судья, решил нанести визит вежливости почтенной амстердамской даме. Не успел он стукнуть молоточком в дверь, как тут же она распахнулась, и на пороге выросла такая дюжая, кроя с молоком, служанка в хрустящем от крахмала кипенном белом переднике. И буквально без приветствия она тут же протараторила, что ее хозяйка дома принимает, но у гостя слишком грязная уличная обувь. После этого она ни слова не говоря схватила судью в охапку, взгромоздила его себе на плечо и ринулась в глубину дома. Когда судья, опешивший от такого приема, уже устал считать анфилады, переходы, повороты, коридоры и двери, служанка таки донесла его до одной из внешних ступеней такой зеркальной лестницы. Усадила и тут же сноровиста начала срывать с него уличную обувь. Затем поменяла на домашнюю, потом отступила несколько шагов назад, присела в очень коротком реверансе и сказала, что вот теперь гость готов. И она готова его отвезти в гостиную к своей хозяйке. В общем-то, именно ухоженные расторопные служанки в кружевных чипцах и есть главные действующие лица непритязательных холстов Питера де Хоха. А их полный мелких забот и, казалось бы, абсолютно незначительный мир предмет его особого, внимательного и какого-то приветливого анализа, как и одновременно ненавязчивый дел женщины его эпохи, который впервые был озвучен в поэме «Брак» известного голландского стихотворца Якоба Каца. В ней описывается, какой должна быть примерная голландская девушка, дочь, супруга и мать. Трудолюбие, бережливость, работа бок о бок со своей прислугой, незаметное ведение дома, обихаживание мужа и строгое, но нежное воспитание детей в вере и почитании традиций. Этакий голландский домострой. Питер Хендрикс де Хоха родился в семье простого каменщика и поветухи в 1629-м. Его родина – Роттердам. Как явствует из церковных книг, крестили его 20 декабря. Был первенцем. После него на свет появились вроде еще четверо детей, но достоверной информации о них нет. Не знаем мы почти ничего и о жизни самого Питера в родительском доме. Неизвестно и то, как рано он начал рисовать. Впрочем, вряд ли развитием художественных наклонностей мальчика кто-нибудь серьезно занимался или просто даже их заметил. Известно только, что в 17 лет он покинул родительский дом, приехал в Харлем и поступил в мастерскую художника Николаса Берхэма. Николас Берхэм был всего лишь старше на 9 лет своего ученика и всего 4 года как член Харлемской гильдии Святого Луки. Он провел 3 года в Италии, в Риме. И к тому времени, когда Питер Духох появился в его мастерской, он превратился в такого мастера итальянизированных пейзажей. Но уже писал не итальянские, а свои родные нижние земли. Ученики, конечно, ученицы, потому что они должны были писать копии с его работ или писать на заданные им подобные же темы. И, очевидно, эти вот сентиментальные ландшафты и такие пасторальные драматические сценки до того надоели Питеру Духоху, что после он уже никогда к этим тем не возвращался. Где-то в 1648-м Хох покидает Берхема. Как живет последующие 2 года, тоже неизвестно. Вновь его имя всплывает в 50-м. Он поступает на службу к богатому торговцу тканями Юстасу де Лагранже, чьей специализацией была суконная мануфактура, а любимым досугом – коллекционирование картин. В течение последующих 10 лет Питер Духох был при хозяине един в двух лицах – днем коммердинер, вечером личный живописец. И, судя по всему, никакого надлома в нем от этой унизительной для иного двойственности не происходило. И он спокойно менял кисть живописца на щетку или чистки хозяйского платья, не чувствуя никаких переживаний по этому поводу. Ну, а может быть, он чувствовал искреннее внимания и уважения к себе со стороны хозяина. Тем более, что тот, постоянно разъезжая по делам, по разным городам, непременно брал с собой своего верного коммердинера. А это были крупные торговые и культурные центры – Лейден, Гаага, Дельфт, Амстердам. И, вероятно, Питер мог наблюдать там последнее течение и направление в живописи тоже. В 652 году Юстер де Лагранжи решает поселиться постоянно в Дельфте. В Дельфте, потому что ему так было удобно по делам, потому что он был менее всего разорен во время войны. В 1654-м Питер женится на местной уроженке. Дочери владельца – крупной фаянсовой мастерской. Анетье Вандербург. И все говорит за то, что сей брак был предусмотрен на небесах. В семейной жизни Дехох был абсолютно незамутненно счастлив. Дом полнился детскими голосами и проказами. У скромной Читы Чат родилось семеро, а Дельфт стал вершиной и творческих свершений художника. У Дехоха выделяют три творческих периода. По городам, где он жил – Харлемский, Дельфтский и Амстердамский. Живя в Харлеме, молодой Питер подпал под влияние художников круга Франца Хальса, в творчестве которого получил весьма специфическое развитие военно-бытовой жанр, где служилые изображались не на полях сражений, а в минуты неприхотливого досуга. Это были простенькие сценки, схожие порой с анекдотом. Зачастую тяготели к достаточно низменным вкусам. Это направление получило название кардигардии, то есть сценки из жизни караули. Они-то и стали первым периодом Дехоха, коротким, поскольку очень скоро личное Дехоховское представление о нравственности вошло в конфликт с мотивами буйных солдатских забав. И он своих вояк, что называется, одомашнил. Именно таково пушкинское утро молодого человека. Долгое время авторство утра приписывалось другим малым голландцам. Правомерность кисти Петера Дехоха была установлена лишь в конце 19-го столетия. Интересно, что эта доска была когда-то приобретена князем Трубецким и подарена императору Александру I как изображение Петра Великого в годы пребывания того в Голландии. Ну, действительно, и круглое славянское лицо, и круглые глаза, и усики вроде Петровы. Но вся беда в том, что картина-то датирована специалистами началом 50-х, а Петр I родился только в 1672-м, а в Голландию приехал в 96-м, и к этому времени уже Петр Дехохун уже вообще. Но, тем не менее, хотя это не изображение Петра Великого, картина представляет собой очень большой интерес. Ну, во-первых, значит, если вот такую мужскую фигуру, надевающую сапоги или чулки, на других картинах мы тоже можем видеть, то женщины, стелищие, постели стелающие, это вот единственная картина, на которой она изображена. Потом потрясающе передана фактура, фактура одежды, фактура вот тканей этих, фактура обоев для молодого человека, 20-21-летнего, это просто невероятное мастерство. И как замечательно организован свет в центре картины на таком небольшом расстоянии. Ну, просто мастерская картина. Интересно и то, что схожая путаница с авторством Дехоха произошла и с его работой «Больное дитя», ныне тоже в московском собрании. В коллекции Юсуповых до 1939-го числилось как произведение Питера де Бооса. Расходились специалисты и в периодах написания. Сегодня считается, что более вероятные годы – 65-й, 68-й. То есть это уже вполне зрелый Дехох. Замечательно вот это переливание цвета, темный, светлый. Картина называется «Больное дитя», она названа именно так, и здесь, в Пушкинском музее, основываясь на вот жесте матери, которая как бы предостерегает, чтобы не шумели больной ребенок. Бытует в Пушкинском и холст материнские заботы. Пример второй половины творчества художника. И эта композиция не совсем типична для Питера де Хоха, так как нигде у него более не встречается мотив, готовящийся выйти из дома женщины. Если женщина, наряжающая девочку, это в других картинках присутствует, но вот это делающие последние штыки женщины, это только в этой картине, больше нигде нет. И замечательный свет, конечно, который нас просто вытягивает туда, и вот там дерево видно, ну, замечательный. Интересно, что труды де Хоха никому не пришло в голову сравнивать, например, с гением Рембрандта или того же Хальса. А вот отчет, как от печки от Вермеера, преследует роттердамца, навязчиво и до сих пор. Тем более забавно, что Ян Вермеер был на три года Питера де Хоха младше, и он был слишком юн, чтобы составить Хоху существенную конкуренцию. Так что о влиянии Вермеера на Хоха верным было бы говорить применительно к концу 50-х, ибо только к тому времени появились вермееровские шедевры – офицер и смеющаяся девушка, и служанка с кувшином. Дальше того, говорят некоторые следователи о том, что Питер де Хох повлиял на него в плане отказа Вермеера от исторической живописи и больших размеров картин. Потому что иначе тогда его пришлось было отнести к большим голландцам в одну компанию с Рембрандтом и Францем Хальсом. А вот де Хоховская дама с двумя кавалерами 58-го года уже отсылает нас к Вермееру напрямую. Яркий боковой свет, словно сшивающее пространство анфилада комнат, панорамная гравюра на стене. Но не стоит забывать, что до того, как было открыто для широкой публики в 1866 году искусство Яна Вермеера, историком Этьеном Теофилем Готье, именно Питеру де Хоху отдавали первое место среди голландских жанристов и мастеров интерьера. Он более рациональный, более взвешенный, что ли, нежели Вермеера. Он более теплый, что ли, более близкий вообще человек. Потому что гений часто не познавают. Я не понимаю, как это сделано у гений. Очень часто не понимаешь, и это иногда обижает меня, простого человека. А тут я понимаю, как это сделано. Я вижу механику этого дела, и в то же время мне нравится, как это сделано. Так, например, в его голландском дворике словно остановлен миг. И все настолько реально, что кажется, будто вот эта девочка еще минуту-другую и войдет в открытую дверь дома. А мы последуем за нею. При этом возникает устойчивая иллюзия, что движется только она. Все остальное замерло. Погода, дела, игры. Сам неторопливый ход времени. Он помещает свои персонажи в какие-то переходные пространства. Они все время где-то, либо на лесенке, либо у порога. Дворики. Дворики замечательные. Они и уютные, и тихие, и в то же время открыты всему миру. Там виден нигде, глаз не упирается в глухую стенку. Либо ты видишь соседний дом, либо вверх церкви, либо открыта калитка, и там виден канал и деревья на берегу, на другом берегу даже. Одной из первых интерьерных работ Дехоха стал интерьер голландского дома. Написан около 50-го. Как и в большинстве досок и холстов Дехоха, в его интерьере тоже нет никакого главного события. Есть только медленное, почти сонное течение маленькой жизни маленьких людей. Все буднично и так просто, что, кажется, сама история не стоит и траты краски. Но под кистью Хоха расцветает какой-то особый мир. Мы словно воочию ощущаем, как неторопливо сплетаются нити ткани земного пути человека. Ибо и стена, и чипец, и фигура в проеме есть озарение жизнью. Сродни тому, когда человек, очнувшись от задумчивости, вдруг видит то, что каждый день окружает его словно другими глазами, и обмирает отчимление сердца и нежности к этому вдруг заново открыто вспомненному им миру. Чего вы общение Тухоха? Предвзятости к персонажам или вещам, парадности, умиленности и сантиментов даже в работе с детьми, как и анекдотичности. Что свойственно Тухоху? Простодушие и искренность видения людей и предметов. Тщательность кисти, которую знало только голландское миниатюрное письмо. Связь света с различными поверхностями. Сложное переплетение пространств и линейные перспективы. Почти математическая методичность. Любовь к мелочам. Я вообще смотрю на Тухоха, как на такой кинематограф 17 века. Так все подробно, так все детально. Вот так, как это подробно написано, так же хочется подробно все рассматривать, вникать в это, как будто на кино. Крайне редки у Тухоха тайные коды деталей. Малые, в подавляющем большинстве, были большими меморалистами. У них, что называется, всякая лыка в строку. То есть любая дырявая корзина, старый башмак, разбитая глиняная трубка или потускневший от копоти светильник почти в обязательном порядке несли символическую нагрузку. У Тухоха же зачастую предмет просто предмет. То есть не значит ровным счетом ничего. Второе дно Тухох продемонстрирует, пожалуй, только в Эрмитажной хозяйке и служанке. На первый взгляд, тривиальная ситуация. Ревизия хозяйкой, купленной служанкой рыбы. На второй, скрытые сакральные смыслы. Закодированы в деталях сквозная арка, тонкий побег, обрезанная нить. То есть символы финала пути почтенной женщины и рачительной хозяйки, чей образ явно наделен портретными чертами, а возможно, это даже заказ, сделанный родственниками уже после ухода из жизни дорогого им человека. А вот служанку Духох писал со своей доброй хозяюшки, любимой жены Анитье. Где-то в начале 60-х благодетель Духоха Юнстас Долагранже оставит Голландию и отбудет к новым суконным возможностям, в новый свет, и его преданный слуга словно осиротеет. Решит попытать счастье в Амстердаме. Так начнется его последний период. Скудные средства, скопленные ценой серьезной экономии за годы службы у Гранже, истают мгновенно. Амстердам требовал затрат, а заказчики отнюдь не выстраивались в очередь у дверей скромного жилища чужака. Первоначальный Духох по инерции будет пытаться сохранить дельфские традиции без успеха. Начнет искать причины неудач, найдет их в простоватости своих сюжетов и кардинально изменит стилистику. Так начнутся необратимые процессы. Вместо вот этих уютных домиков бюргерских, дворцы, виллы, и вместо вот этих милых мамаш и накрахмаленных служанок, кавалеры и барышни куртуазные. Но он же не знал этой жизни, он не видел вблизи, не понимал. Поэтому, конечно, на этом поле успеха ему ждать не приходилось. Ибо, прослужив 10 лет коммердинером, он так и остался по своей ментальности слугой, что взирал на высшие сферы с нижней ступени социальной лестницы глазами простолюдин. А даже пытаясь потрафить изысканному заказчику, легким намеком на фривольность Духох был просто не в состоянии переступить грань приличия. Так что его новые герои оказались почти нелепы, потерянные какие-то, неприкаянные в этих чуждых для них убранствах. И напоминают они скорее актеров этакого плохонького любительского театра, что забыли выучить роль и путаются в словах, ногах и мизансценах. Цены на его картины были ничтожно малы. Он брался за совсем уже чуждые его кисти, парадные семейные портреты, но как не бился, больше не мог обеспечить семью, а она продолжала увеличиваться. Духоху было 43, когда он крестил последнего своего ребенка. Как часто, наверное, грезил мастер о том благодатном времени в доме добряка Гранже, когда его живописные труды ценились, над головой была непротекающая крыша, а на столе всегда сытная еда. Финал пути Духоха оказался воистину страшен. К концу жизни он настолько ужасающе обнищал, что даже не мог платить элементарные подати, что для Голландии 17 века было, что называется, уже падать ниже некуда. Ситуация, видимо, усугубилась еще и тем, что собственные дети его сыновья тоже, видимо, были в стесненных финансовых обстоятельствах и вовремя не успели протянуть руку стареющему отцу. А когда в 1676 году из жизни ушла единственная спутница, любимая женщина, жена Дехоха Анитье, то мастер, который всю свою жизнь воспевал тепло домашнего очага, пошатнулся рассудком. Последние свои годы художник проведет в странно приемном доме. Как туда попал и сколько пробыл, неизвестно. Известно лишь, что он несколько лет ни с кем не говорил и никого не узнавал. Был ли кто-нибудь рядом с ним в момент, когда отлетела его светлая душа, тоже неизвестно. Как неизвестно неточной даты смерти мастера, ни место, где нашел покой его прах. А все его биографии заканчиваются безысходно одинаково. Умер около 1684-го. И было Дехоху всего 55. Петю. Субтитры создавал DimaTorzok